Новичок, что ли, делает? Руслан Баширов, герой России, полковник ГРУ. Полковник, главное управление генштаба, герой России, приедет на телевидение и выступит в роли мелкого клоуна, которого подозревают в отравлении Скрипаля. Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии на телевидении. Сегодня прокуратура Британии предъявила обвинение в покушении на Скрипалей двум россиянам, Александру Петрову и Руслану Баширову. В полиции заявили, что, скорее всего, это вымышленные имена, хотя паспорта, с которыми они путешествовали, были настоящими. В отеле, где остановились подозреваемые, обнаружены следы яда новичок. От него, по данным следствия, и пострадали Скрипали. Петров и Баширов попали на камеры наблюдения неподалеку от места отравления. Вы на самом деле кто? На самом деле те, кто вы и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Будет мучительно говорить, что это просто Сберецкий собор. Там есть знаменитый собор, Солсберецкий собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Сами Петров и Баширов утверждают, что ехали в Солсбери как туристы. Посмотреть на вот этот вот замечательный Солсберийский собор по совету своих друзей. Он знаменит своим шпилем 123 метров. Неизвестно, что именно рассказывала та. Но при этом румяная вдова заразительно гагатала и производила разные хитрые жесты. Из серии, как рыбаки показывают пойманную ими накануне щуку. Это ваши настоящие имена? Да, это наши настоящие имена. Ну вы даже сейчас, когда об этом говорите, вы вот честно выглядите очень напряженными. Руслан Баширов, один из тех, кого британская полиция подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, никто иной, как полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. Причем звезду героя ему вручал лично Путин. Путин же лично и мог приказать Чепиге отравить Скрипаля. Их обвиняют в отравлении Сергея Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта. Как раз в этот день Петров и Баширов были в Солсбери, также были там накануне 3 марта. И, как предполагает полиция, с целью подготовить нападение. Фотографии вот этих двух людей, хотя снимки сделаны в разное время, но человек все же не меняется так уж кардинально. Форма лица. Форма бровей более напоминает полукруг. Нос курносый. Глаза. Скорее татарские. Найду я даже прыщик на теле Услана. Я дениарный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле Услана. Российские спецслужбы не исключение. И если Баширов с Петровым так подставлялись под сотни камер в Британии, то это говорит об одном. И приезжали в Солсбери, чтобы совершать покушение на Скрипаля и его дочь Юли. А как бы вы выглядели после всего? Когда вашу жизнь так вот раз и перевернули, с ног на голову. Просто одним днем и сломали. За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей? Ну, может быть, мы к нему и подходили. Вы знаете, где дом Скрипалей? Если бы мы знали, где он находится. А вы? Если бы мы знали, где он находится. Может, и проходили мимо, может, и не проходили. Я не знаю. А вот сейчас я как раз попросил, что показали нам карту Солсбери. Давайте вот посмотрим. Собственно, приехали они на железнодорожный вокзал Петров и Баширов. Солсберийский собор находится вот здесь. Дом Скрипалей здесь, то есть прямо в противоположном направлении. То есть оказаться у дома Скрипалей, а не у Солсберийского собора, очень и очень сложно. Когда вы были в Лондоне или когда вы были в Солсбери, за все время, что вы там были, у вас был с собой новичок? Новичок. Или какой-то другой отравляющий яд? Или какая-то опасная жидкость? Нет. К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео вы показаны вместе, все время вместе. находились вместе, жили вместе, ходили вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Видишь, это не мог быть я. Ночью я был в тюрьме. Ха-ха-ха, ты был класс. Мы на улицу выйти не можем. Мы боимся. Мы опасаемся. Чего? Мы опасаемся за себя. Мы опасаемся за жизнь. Мы опасаемся за близких. Мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. А как в одном человеке может укладываться православие в такие высказывания, как сжигать садомитов печаль? Абсолютно. На этот счет есть строгая инструкция в Священном Писании. Ну, садом гаммол сожгли же. Это нормально считаете? И это вы считаете просто сидеть, ходить, улыбаться, не бояться и ходить, здороваться? Да любой нормальный человек, он будет бояться. Все. Я не знаю, можно это говорить в эфир или нет. Ну, говорите. Нельзя, не дадим. Вперед, сукины дети, как ты сказали. А, это я написала. В очередь, сукины дети я написала. Да, 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 да. В очередь, сукины дети! В очередь! Если бы Путин сегодня не сказал, что он же обратился сегодня к вам. Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, это вот к вам, в средства массовой информации. Давайте, что будет у кого-то. Да, с экранов, и это было везде в СМИ, он сказал, что вот мы вычислили этих людей, мы знаем, кто эти люди, и пусть они уже придут в СМИ и объявятся. Если бы он это не сказал, вы бы пришли? Ну, узнаете, Маргарита. Скорее всего, наверное, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет. А вы? Их я нет. Я нет. Меня никто не обвиняет в том, что я работаю в ГРУ. Мы предприниматели с одни руки. Чем вы занимаетесь? Ну, если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, геймеры. Мы, честно говоря, искали этих предпринимателей в системе регистрации юридических лиц Федеральной налоговой службы. И, что интересно, на их имя не зарегистрирована ни одна компания. То есть, понятно, что отдельно Петровы встречаются, но Баширова там нет вообще, в принципе, а Баширова и Петрова там тоже нет. Здесь консультировали. Да, и сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию бицепсов, а, наоборот, по, как сказать, по построению фигуры. Хали-хали, девки. Че кого? Че как? На самом деле, я бы, я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Че не смешно? Не смешно? Не боялись, да? Это Россия.